Энергетический аудит или энергетическое обследование до конца года должно пройти во всех муниципальных предприятиях, организациях или учреждениях. Благодаря этой процедуре можно получить данные об объеме используемой энергии, определить потенциальные меры энергосбережения и разработать мероприятия по энергосбережению на объекте энергетического обследования. Это и утепление зданий, это и замена, так сказать, допустим, обыкновенного стекла на так называемое теплоизберегающее тепло или тепловыделяющее даже тепло. Есть, кстати, у нас в нашем регионе. Поговорим о тех мероприятиях, которые могут быть использованы для экономии электрической энергии. Ну и, в общем-то, чтобы люди знали, кого, как и зачем приглашать для проведения энергоаудитов и что они должны требовать с того человека или с той организацией, которая будет этот аудит проводить. Результатом этой работы должен стать энергетический паспорт объекта. Это унифицированный документ, утвержденный правительством. И параметры, которые туда вносятся, едины для всех участников. И одним из разделов вот этого энергетического паспорта является разработка энергоаудиторам рекомендаций по энергосбережению. У каждого должно быть индивидуально. Ну, а необходимость, ну, наверное, уже всем ясно, что мы сегодня тратим иногда 3, 4, 5 и 7 раз даже больше для производства каких-то услуг и товаров, чем, допустим, на Западе. Вообще-то, энергетическое обследование проводится на добровольной основе. Но есть организации, которые должны пройти его в обязательном порядке. Это органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц. Организации, образованные с участием государства и муниципальных образований. Предприятия и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, производство и транспортировку коммунальных ресурсов. Обучение для них проходит бесплатно. Это, значит, за счет денежных средств федерального бюджета. Это субсидия. Это бюджетная организация. У нас есть МУПы, ГУПы, здравоохранение, образование, культура, спорт и, естественно, сфера ЖКХ. По кончанию курса все участники получили специальные свидетельства. Энергосбережение, энергосберегающие технологии, дающие им право проводить энергетическое обследование у себя на предприятии. Кстати, отсутствие энергетического аудита и энергетического паспорта объекта предусматривает штрафные санкции до 250 тысяч рублей.